Всем привет! Это видео о том, как сделать скриншот или снимок экрана на смартфоне или планшете с операционной системой Android или iOS. Описанные в видео способы подойдут для большинства моделей популярных производителей смартфонов и планшетов на базе Android, как Samsung, Huawei, LG, Lenovo, Asus, Xiaomi, Meizu и так далее. А также остановимся на способах для iPhone и iPad. Из-за большого количества различных моделей устройств и фирменных оболочек от производителей, не существует одного универсального способа сделать снимок экрана на Android. Давайте рассмотрим все возможные варианты. Начиная с Android 4.0 существует единая комбинация клавиш для создания снимков экрана. Вам нужно нажать и 1-2 секунды удерживать кнопку включения плюс понижение громкости. После этого вы услышите характерный звук, а экран на долю секунды побелеет. В результате в статус-баре вы увидите уведомление, что скриншот сохранен. Только что сделанный снимок экрана будет находиться в галерее в папке «Скриншоты». На большинстве смартфонов и планшетов от Samsung скрин делается следующим образом. Нажмите и удерживайте пару секунд клавишу блокировки и кнопку «Домой». Третий способ подойдет для самых ранних моделей Android устройств. А именно с версии Android 3.0 и ниже. Чтобы сделать скриншот одновременно нажмите и подержите 1-2 секунды клавиши «Домой» и «Назад». Если ни один из описанных способов не подходит, попробуйте дольше удерживать кнопки. Не забывайте, что кнопки нужно нажимать одновременно. Если делаете скриншот впервые, то с первого раза можете не получиться. Если у вас не очень распространенная модель устройства, то иногда, чтобы узнать, как сделать скриншот, потребуется обратиться за помощью к производителю вашего устройства. Такое может быть, если на смартфоне или планшете установлена неоригинальная прошивка. Хотя на сегодняшний день сочетания клавиш на почти всех прошивках Android унифицированы. Ну и конечно же, на ваше Android устройство можно установить одно из множества приложений для создания скриншотов экрана. Даже не знаю, стоит ли останавливаться на каком-то конкретном. Возьмем, например, одно из первых предложенных Play Market – Screenshot Easy. Ссылка на него в Play Market будет в описании. Чтобы сделать скриншот, запустите приложение и нажмите кнопку «Начать захват». Теперь перейдите на тот экран, скриншот которого необходимо сделать. И выберите в трее иконку программы. После этого будет сделан скриншот и помещен в папку «Галерея», «Скриншоты». Но, как по мне, сторонние приложения работают значительно медленнее и хуже, чем стандартные функции Android. Поэтому пользоваться ими рекомендую только в том случае, если со стандартными сочетаниями клавиш вы не разобрались. Рекомендую вам также посмотреть на нашем канале видео о том, как восстановить удалённые данные с вашего Android устройства. Ссылку на него я оставляю в описании. В отличие от Android, комбинация клавиш, при помощи которой можно сделать скриншот на устройствах от Apple, остаётся неизменной с самых ранних версий iOS. Другая только на iPhone X. Итак, для создания снимка экрана устройства с iOS вам нужно одновременно коротко нажать и затем отпустить две кнопки. Домой и клавишу блокировки. Из-за отсутствия привычной кнопки Home в iPhone X для создания скриншота Apple придумали новую комбинацию клавиш. Необходимо нажать включение и громкость плюс. В результате вы услышите характерный звук, похожий на щелчок затвора камеры. А экран на доле секунды станет белым. После этого откройте приложение фото и там вы увидите созданный скриншот. Ну и конечно же на ваш iPhone или iPad можно установить одно из множества приложений для создания скриншотов экрана. Не думаю, что стоит останавливаться на каком-то конкретном. Ведь стандартная функция работает безотказно. Уверен, что у вас не возникнет трудностей с созданием скриншотов на смартфоне или планшете с операционной системой Android или iOS. Но если всё-таки появятся какие-то вопросы, можете смело задавать их в комментариях. Если вы не знаете, как подключить ваш iPhone или iPad к компьютеру для загрузки на него или скачивания с него данных, то смотрите об этом видео на нашем канале. Ссылка в описании. На этом всё. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software, если данное видео оказалось полезным для вас. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.